Диетологи, стилисты, фитнес-инструкторы, преподаватели танцев и дефиле. Проблемы, которые копятся во мне, я заедаю лишними калориями и себя обхватываю лишними килограммами. Очень хорошо было. Вы уважаемый муж Насты, как его зовут? Алексей. Алексей. Поддержите Настю, пожалуйста, комплиментами. Я думаю, что она достойна очень многого. Сколько осталось? О, я даже... Еще 36, да? Да, можно сказать так, да. Тебя выкинули? Да они меня вообще в расчет не принимают. И новенький, кстати, тоже. Ну что ж, традиционно настало время перейти к самому печальному этапу нашего проекта, к очень важному этапу голосования членов жюри. Первое слово мне хочется передать Ольге Никитиной, владелице центра Smart Woman. Оль, результаты за неделю. Самая слабая и самая сильная звена. Самое сильное звено, я считаю, что это Эльвира. Потому что она регулярно входит к нам в клуб, регулярно посещает занятия. Она стремится, она хочет быть стройной. И в первую очередь она хочет добиться хороших результатов. Самое слабое звено, по моему мнению, это Оксана. Перестала появляться в нашем клубе. Она, наверное, посчитала, что 2 килограмма для нее достаточно. Сильное звено на этой неделе я могу отметить Наталью. Потому что это целеустремленный, это жизнерадостный человек. Я думаю, у нее все получится, и динамика, в принципе, неплохая. Слабое звено могу отметить, это Камила. Перестала к нам ходить. Почему-то, хотя, в принципе, динамика была тоже по снижению веса неплохая. Но все-таки нельзя бросать начатое, если поставить цель. Я хочу отметить наиболее сильное звено на этой неделе, это Диана. По динамике я могу сказать, что прям тает на глазах Оксана. То есть первую неделю я ее видел у нас в ресторане, а в последнее время что-то куда-то пропало. Раз человек не хочет сбрасывать вес, не хочет участвовать в проекте. Ну что ж, до свидания. Здравка, тебе слово. Тоже хочешь отметить сильным звеном Диану? Да, конечно, хочу. Мне просто Диана понравится, потому что... Мое оптическое впечатление есть, что это очень видно, что она очень старается. Как свою картинку показала максимально, как и должен быть. Я очень рад, что она так выглядит сейчас. Я поздравляю просто Диану. Диана жаловалась, что ей так не хватает комплиментов и членам жюри. И она говорит, меня никто не гладит, не хвалит. Но сегодня захвалили Диану, поэтому можешь, Дианочка, спать спокойно. Как большой минус я могу определить Наталью. Почему Наталью? Потому что она просто пропала. Она просто не видна у нас. Наира, твое мнение, как диетолога проекта? До удаления мы дойдем. Я хочу отметить сначала позитивный наш момент. Я на этой неделе отмечаю Эльвирочку. Потому что Эльвира уникальный человек. Она очень сильная. У нее все есть. И мотивация ей к снижению веса практически ничего не могла послужить. Но тем не менее, она взяла себя в руки и начала процесс. И, в общем-то, результат не заставил себя ждать. А вот Оксана, я не могу сказать, что она слабая звена. Она очень сильная женщина, очень интересная женщина. И просто в данный момент я считаю, что это не то время для того, чтобы снижать вес. Оксана, у тебя все получится, но не сейчас. Что ты имеешь в виду под словом не то время, чтобы снижать вес? Сейчас у нее в жизни другие приоритеты, другие какие-то моменты, работа, ребенок. У женщины должна быть очень четкая мотивация для того, чтобы начать худеть. У нее была очень четкая мотивация. Любимый мужчина и стройная фигура. Она ее утратила. Будем ждать следующего мужчины. Любимый мужчина, видимо, отвернулся и мотивация утрачена. Мне очень жаль. Я знаю Оксану очень давно. Замечательный человек. Одна из соведущих нашего телеканала. Но, поскольку у нас все по-честному, то сегодня Оксана покидает проект «Пышка. Худеем с доктором». Мне очень жаль, Оксан, для тебя проект окончен. А я напоминаю, что финал проекта состоится на ежегодном фестивале Fashion Beauty Day 29 мая в ресторанном комплексе «Версаль». И гостем вечера будет Маша Малиновская. Не пропустите столь яркое событие этого года. Ежегодно для вас. Фестиваль моды и красоты Fashion and Beauty Day. Красивые гости, новинки и показы. Звезды шоу-бизнеса и эстрады. Присоединяйтесь. Партнеры проекта. Центр диетологии и коррекции веса доктора Найры Рябчиковой. Фитнес-клуб «Алекс Фитнес». Ресторан 007. Клиника-диагностическая лаборатория «Лорак». Салон одежды «Претензион». Веллнес-клуб «Смарт-вумен». Ресторан доставки «Васаби». Морская аптека. Клиника китайской медицины «Джао Дайфу». Студия танцев «Райдэнс». Мечтаете иметь подтянутую фигуру и крепкие мышцы, но вам не по вкусу изматывающие тренировки? Тогда добро пожаловать в новый Веллнес-клуб «Смарт-вумен». Здесь вы сможете приобрести прекрасную физическую форму без насилия над собой, получить заряд бодрости и отличного настроения. Восхитительная фигура без мучений. Приглашаем вас на занятия. Салон «Претензион» предлагает женскую и мужскую одежду. Здесь вы найдете вечерние и свадебные платья, нарядные костюмы и аксессуары. Большой размерный ряд. Морская аптека – это сила моря для вашего здоровья. Телефон 266-1946. Уфа, улица Новомостовая, 8. Удивите мужчину на кухне, тогда он удивит вас в спальне. Впервые в Уфе кулинарные курсы от известного европейского шеф-повара «Здравка». Для всех желающих справки по телефону 248-5464. Впервые в Уфе уникальная авторская клиника настоящей китайской медицины «Джао Дайфу». Эффективное лечение широкого спектра заболеваний. Программы по снижению веса, нормализации обмена веществ и омоложение организма. Телефон 272-77-77. Ресторан доставки «Васаби». Доставка диетической и полезной еды на дом и в офис. Звоните 229-77-07. Центр диетологии и коррекции веса доктора Найры Рябчиковой. Запись на персональную консультацию по телефону. 2-948-948. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова